Ранее утро, забитый техникой багажник и отличное настроение. Первая командировка в рамках специальных репортажей программы «Касание сетки». Ехали в гости к волейбольному клубу в Белгород, но приехали в Тулу. Не потому что датчики барахлят, а потому что по рекомендации Всероссийской Федерации волейбола теперь все домашние матчи белгородцы играют на родине вкусных пряников. Грело не только солнце, но и мысль, что едем любоваться самым результативным игроком регулярного чемпионата Пари Суперлиги – Мохаммедом Аль-Хадждади. Вау, ура, наконец-таки приехали. Ну что, сейчас посмотрим, что из себя представляет Мохаммед Аль-Хадждади. Погнали! Двенадцать минут свободная разминка, затем бег на технику. Пожалуйста, парни, не шутите. На мне микрофон. Снимают репортаж. Не про меня, а про принца Марокко. Да это всегда здорово быть первым где-либо, но еще лучше, если есть совместная цель с командой, и вы ее достигаете, максимально выкладываясь. Безусловно, быть первым – это всегда хорошо. Ну, в чем ваша мотивация? Золотая медаль. Медаль? Это то, что я хочу, и это то, из-за чего я здесь. Я хочу завоевать золотые медали в России. Сейчас это будет или позже, но я этого очень хочу. Просто, знаете, он такой, как энергетический вампир, вот ему нужно постоянно заряжаться. То есть, видите, вот он постоянно кричит, он на кого-то постоянно пытается на спор взять. То есть, вот для него это вот… Он этим заряжается? Да, он этим заряжается. В нужный момент 23-24 тройнобок, бат, забил. То есть, основная, главная его особенность, то, что он вывозит в нужный момент. Талант, работа, и у него это все есть. У него есть определенные цели в команде, которые он должен выполнять, и, мне кажется, он выполняет их чуть ли не лучше всех в мире, может быть. За 10 лет Мухаммед сменил 10 клубов, играл в Африке, Азии, Южной Америке и Европе. Однако, более чем на один сезон нигде не задерживался, кроме волейбольного клуба «Белогорье». Да, прошлый сезон, текущие сезоны, будущие сезоны. Никто не знает, что будет дальше. Но я счастлив здесь. Счастлив? Но что заинтересовало вас в России больше? Люди? История может? Да, люди здесь действительно потрясающие. Мои одноклубники фантастические. И я действительно счастлив. И горжусь, что у меня есть такая команда. Больше у меня был печальный опыт. Именно поэтому я дорожу такими людьми. Не все ребята по-английски могут так говорить, как по-русски хорошо. И он влился так, что как будто играл с нами всю жизнь. Очень веселый, добрый и, главное, хороший человек. Мы находимся в самом центре Тулы. Вам нравится этот город? Красивый? Это как маленькая Москва. Но мне не нравятся подобного типа города. Тут много зданий. Если честно, я предпочитаю Белгород. Тихо, уютно. Не так много людей. Много зеленых мест. Чисто. Я знаю, что ваше сердце принадлежит Белгороду. Верно? Нет. Мое сердце принадлежит Мороку. Ну и Белгороду тоже. Кроме красот Белгорода и дружественной атмосферы клуба, кажется, мы нашли разгадку того, что же держит Мохаммеда здесь. И это русская баня с Чаном. Если смешивать тепло и холод, это потрясающее ощущение. Шок для тела. Так живут Карлос, эти наши итальянские тренеры по физплодотовке. Просто в восторге от бани. Каждый раз, когда командный поход в баню, он ждет это. Затеркивает календарик, когда пойдем в баню. Как ни странно, но снег и морозы для южных легионеров и тренеров – это уникальный бонус для работы в России. Так, Карло Сати, тренер по физподготовке Белогория, может гордо гулять в минус 25 в шортах по улицам сибирских городов во время выездных матчей. Я предпочитаю холод, но я из Южной Италии, да. Но в минус 25 вы одеты только в шортах, но при этом одеваете перчатки. Это потому, что вы волейболист? Не-не-не, потому что мои руки чувствительные. Да, в перчатках. Да, самая чувствительная часть моего тела – руки и голова. Приятно осознавать, что иностранцы задерживаются в России в своих клубах на несколько сезонов. Даже трудности в виде вынужденных постоянных разъездов на домашние матчи в Тулу для Мухаммеда не так страшны, как желание быть первым в России. Понятно, что раз там опять поезд, но, блин, выходит на площадку и делает свое дело все равно. Профессионал. Я просто знаю, что ему тяжело, тяжело в этом сезоне, потому что мы постоянно в разъездах, да, и постоянно играли на выезде, и он смеялся, говорит, я тебя вижу чаще, чем сына. Он такой вот зависимый человек все равно, вот от семьи очень сильная и… Позволите, я с вами потренируюсь? Да, конечно. А что вы сейчас делаете? Я просто растягиваюсь. Этот сезон мы путешествуем много. Часто проводим время, сидя в автобусах, лежа в поездах. Это не совсем хорошо для тела. Этот сезон трудный для нас, и он еще не закончился. Мухаммед привык к трудностям. Его семья жила в большом старом доме. Во время дождя крыша протекала во всех комнатах, кроме одной, в которой ютился маленький Мухаммед с родителями. Позже, когда Мухаммед стал волейболистом и играл в Африке, ему пришлось продавать воду, которую ему выделял клуб, чтобы купить билет домой. Ну, это, наверное, второй мой человек, который вот через такое проходит. Первый вот Вильфреда Леон был, да, я тоже с ним жил. Вот он мне тоже много рассказывал, как там они окурки недокуренные собирали, продавали их. Ну, то есть тоже денег не было, такая же вот нищета, ничего не было. И да, и сейчас они вырвались из всего этого вот Мухаммеда. Ну, просто другой регион, да, другие правила, другие вещи продают. Вот, да, у них там более вода, более, так скажем, цена, да, дорога. Я сказал себе, я хочу быть тем, кто изменит эту семью, тем, кто сделает жизнь нашей семьи лучше. И вы это сделали? Да. Силу достигать вершин Мухаммед, как и любой другой мусульманин, находит в религии. Пять молитв в день и, конечно же, соблюдение поста в Рамадан. Валентин Кротков, сосед по гостиничному номеру Мухаммеда, в целях поддержки друга решил также проверить себя на прочность. Не знаю, как получится у меня без воды или нет, без еды точно получится, потому что, ну, без разницы, когда есть. Мы все равно, мы что днем едим, что ночью, по большому счету, для получения калорий, это одно и то же. Да, возможно, мы тратим в течение дня, ну, больше, как бы, энергии, больше калорий, но я думаю, что у меня получится. Отлично. Я не верю. Правда? Почему? Это действительно очень сложно. Да. Особенно с водой. Без воды, без еды, ничего. Ничего. Ничего? Самая трудная часть в Рамадан – это обходиться без воды. Но нужно сначала попрактиковаться два раза в день. Но вы волейболист и без воды. Я не могу понять, как такое вообще возможно. Это Рамадан. Но в день матча я ем, потому что я должен. Ведь я работаю и за это получаю деньги. Но в отличие от традиционного мусульманина, Мухаммед имеет только одну жену, которая была с ним с самого начала его становления. Есть арабская пословица. За каждым сильным мужчиной стоит женщина. Когда я встретил ее, я ничего не имел. У меня была зарплата в 30 долларов. В Марокко мне платили 40 долларов в месяц. А она из богатой семьи, но полюбила меня. Такого, какой я есть, без ничего. Но вы можете иметь двух, трех, пять или десять жен? Нет, четыре. Четыре. Но при определенных условиях. Люди немного не понимают Коран. Если ты хочешь и можешь иметь двух, трех, а может быть, и четвертую жену, то у них должны быть дети и какие-то трудности. Например, погиб муж. Но вы любите только одну жену. Но ты так же можешь любить и других жен. Так же? Но как? Да ты мужчина. Спроси других мужчин. Послушай. Важная мысль, что твои дети и ее дети для тебя одинаковы. Все идет от сердца. О, это как защита, помощь женщинам. Это же хорошо. Да-да, это решение сегодняшних проблем. Поездка съемочной команды ТВ Старт в Тулу оказалась продуктивной. Теперь мы точно знаем, что самый результативный волейболист регулярного чемпионата Пари Суперлиги это не только талантливый спортсмен, но и сильная личность, любящий муж и добрый компанейский человек. Теперь ясно понимаешь, что именно такие люди, как Мохаммед Аль-Хадждади, не могут не стать лучшими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!